приветствую всех на канале вот такой радиоприемник олимпик у меня когда-то был советское время он выпускался с 1980 года вот он отличался тем что он был относительно других ради приемников малогабаритной и принимал два диапазона средних волн и коротких волн короткие волны на вытяжную телескопическую антенну и и питался от батарейки крона крона как известно 9 вольт имел достаточно большую громкость 0,6 ватта ну и умеренную цену в 34 рубля поэтому захотелось мне в памяти о прошлом сделать модель игрушку вот такого замечательного радиоприемника для радиоприемника выбрал вот такую простую схему который когда-то я разработал схема довольно-таки простая на основанность чипе си 4825 а 10 это dsp радиоприемник вот имеет небольшую обвязку несложную настраивается на канал с помощью потенциометра и также можно с помощью потенциометра управлять громкостью причем качестве усилителя используем широко распространенный чип ns-8002 печатную плату заказал в китае все собирается и появится достаточно просто схема также собрана на разъемах что облегчает монтаж радиоприемника 3d модель корпуса разработал в программе ryanosera 7 версии считаю данные программу наиболее подходящей для цели 3d печати состоит модель из нескольких деталей некоторые детали двухцветные так что я останавливаю в процессе 3 3d печати принтер меняя филамент и продолжает дальше работу самая сложная часть это у нас вернира у меня есть отдельное видео где я показал как сделан вернира в данном радиоприемнике вот так радиоприемник собирается внутри значит в принципе все на разъемах поэтому довольно-таки быстро все собирается крепление плата осуществляется с помощью саморезов вот тут виден и вернир вот настройка на канал осуществляется потенциометром и громкость выключателем также у нас регулируется потенциометром антенна у меня встроенная она тоже крепится с помощью самореза и холдер для держателей батареек все собрал радиоприемничек получилось замечательно очень даже красиво можно виде не так это видно но по сравнению с радиоконструкторами которые продают для сборки китайцы конечно на на порядок выше по качеству и намного интереснее модель игрушка это радиоприемника советского периода олимпик вот и по сравнению с другими моделями игрушками которые я до этого момента изготовлял тут есть плюсы дополнительные как бы сказать новинки да это во первых линейная шкала настройки причем я использую как бы ленту с резьбой которая позволяет нам более плавно управлять вот верниером а также значит как бы более компактный такой вариант удобный вот но китайских радиоприемников такая схема применяется вот но для якобы использовал такую же схему он немножко получше побольше помощнее чтобы дольше работала вот и решил уже встраивать телескопическую антенну но раньше я думал что это лишняя работа гнездо джека и туда вставлял такую сменную антенну вставляющие но теперь решил вставить значит антенну уже сам ради приемник несъемную и это как бы вид ради приемника намного улучшает вот сзади меня вот так все крышка такая вот здесь настройка на станцию а здесь у нас громкость с выключателем все вот ну давайте включать и посмотрим как работает начанты на вытягиваем как положено и включаем теперь настраиваемся на станции качество звучания очень даже неплохое для такого малого размера очень даже громкий ну в принципе не будем как бы youtube дразнить вот долго прослушивай когда youtube банит канал и вот ну неприятно это давайте подведем итоги ради приемник получился на славу значит значит очень красивый очень удобные приятные то есть лучше чем как бы скажем те ради прием которые раньше и делал то есть дополнительные как бы элементы появились которые раньше я не использовал встроенная антенна шкала линейные вот настройки ну и можно сказать даже задняя спинка она изменилась я ее сделал объемный смотрится гораздо лучше чем было просто плоская такая и здесь есть какой-то какое-то улучшение но будем дальше продолжать дело по изготовление вот таких игрушек модели очень увлекательное дело не остановиться всем спасибо за внимание не забываем подписаться на канал кто не подписался будет ну чего полезного и интересного пока кстати а �� в Продолжение следует...